Работа на кухне Петропавловского храма кипит в буквальном смысле слова. Анна за плитой с 7 утра. Каждый будний день женщина готовит горячие обеды для благотворительного сообщества «Хорошие люди». Говорит, делает это с большой радостью. Вы любите готовить? Очень. Что-то мне нравится. Сегодня в меню макароны с курицей и печенкой. 310 порций вкусного обеда из рук волонтеров получают малоимущие, бездомные и маломобильные жители города. А развозить такое количество еды стало возможным благодаря покупке транспорта. В этом году проект благотворительный автобус «Комплексная мобильная помощь» стал победителем конкурса от фонда президентских грантов. У нас достаточно давно был такой план, намерение точнее, приобрести автобус, на котором мы могли бы перемещаться со специальными армейскими террористами по городу. И в тех местах, где исторически вот так сложилось, что собираются бездомные люди, и куда могли бы приходить люди малобеспечные, там устраивать кормление горячими обедами. Это стало возможно, с одной стороны, благодаря тому, что мы выиграли грант фонда президентских грантов, но в самом гранте заложено финансирование зарплаты для участников этого проекта, автобус, который мы смогли благодаря этому приобрести. Но все, что касается непосредственно самих продуктов, которые мы кормим людей, то это, естественно, остается на нашем попечении. На одну неделю нам требуется 80 килограмм крупы. И вот здесь у нас часть круп хранится. Вот это вот мешки с пшеном, макароны какое-то количество. На самом деле, вот, ну, казалось бы, много, но на самом деле здесь это где-то один день, это второй день, и этого пшена хватит на три дня. То есть это вот неделя. Мы в день тратим 16 килограмм крупы и 16 килограмм мяса. А меню, на самом деле, очень много зависит от того, что приносят люди. Вот, например, вот рядом с вами здесь как раз коробка с продуктами, которые принесли в это воскресенье, здесь какое-то счастье. Гречка, чай, потому что мы же еще и чаем поем, он всегда говорят, что очень-очень вкусный. Нам помогает кафе-кондитерская «Зебра». Это вообще просто праздник. Но это по четвергам и по воскресеньям. И у нас бездомные люди малоимущие, они едят такие вкусности, которые, на самом деле, не каждый из нас. То есть это десерты. Да, десерты. То есть это трубочки с кремом. Это вот, ну, там самые разные пирожные, они как дети радуются. Кроме денежных пожертвований и продуктовой помощи, фонду нужны волонтеры для раздачи горячих обедов на точках кормлений и доставки еды на дом. Необходимый инструктаж проведет куратор проекта Валентина Дубровская. Людей бывает, конечно же, иногда больше, иногда меньше. И получается возможность по второму кругу раздавать. Вот, поэтому первый круг всегда, есть у нас правило, одна порция на руки. То есть вот пришел человек, ему эту порцию раздаем. Вот, иногда они спрашивают еще кому-то дополнительно там. Дома кто-то? Да, дома кто-то, да, 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 какие-то свои дополнительные порции просят, кто. Вот, мы второй круг предлагаем им стать. Отдаю контейнер, потом записываем. Сначала записываем. А, кто записывает? Да, записали, расписался человек. И дальше мы ему даем уже непосредственно порцию. Спрашиваем, нужна ложка или нет. Он говорит, я дома покушаю или здесь. Здравствуйте, вас как зовут? Здравствуйте. Тарасов. Тарасов. В 10 утра с понедельника по пятницу и в 11 по воскресеньям волонтеры фонда «Хорошие люди» раздают горячие обеды у Петропавловского храма. Обычно это второе, булочка или пирожок и свежий чай. Пожалуйста, держите. Приятного аппетита. Каждый будний день от Петропавловского храма благотворительный автобус вместе с волонтерами и расфасованной едой отправляется по намеченному маршруту в места, где уже с нетерпением ждут хороших людей. Для удобства нуждающихся маршрут охватывает несколько районов Саратова. По понедельникам автобус с угощениями заезжает в Преображенский монастырь и в Тихвинский храм. В остальные дни горячие обеды получают еще у Казанского храма и священномученика Косьмы Саратовского в заводском районе. Раздают готовые обеды на привокзальной площади и пересечении улиц Челюскинцев и Чернышевского. И не меньше 10 порций ежедневно разводят по домам маломобильным горожанам. Помогать это тоже по большому счету должно стать привычкой. Те 300 человек, которые мы каждый день кормим по городу, это все равно капли в море. Вот сравнительно с тем числом, которое я назвал, сколько у нас есть людей, которые в помощи такой нуждаются. Поэтому у нас сейчас и родилась идея еще сделать благотворительную столовую, но уже не для бездомных, а для нуждающихся, малоимущих семей. Просто, например, на улице очень неудобно кормить семьи с детьми. Мы можем давать им еду с собой, но было бы гораздо логичнее семьи с детьми или людей пожилых кормить в таких условиях, чтобы они могли посидеть, спокойно поесть. Согласно данным Росстата, в Саратовской области живет больше 350 тысяч человек, которые находятся за чертой бедности, и порядка 10 тысяч бездомных по неофициальным данным. Сейчас для того, чтобы прокормить 310 человек, ежемесячно благотворительному фонду необходимо 150 тысяч, а в день по 5 тысяч рублей. Помочь порой бывает проще, чем кажется. Особенно, когда ты не один. Продолжение следует...